Добро пожаловать в Казахстан! На сентябрь месяц отличить поддельный танж от неподдельного танжа У меня есть две пачки И сейчас я вам наглядно поэтапно расскажу Как отличить поддельный танж до того, как вы его вскрыли и покурили И потом поняли, что вы лох и вам впульнули поддельный танж Чему это видео и почему оно для меня так важно? Потому что я, наверное, один из большинства людей Кто постоянно нарывается на поддельный танж И с этим очень сложно Очень сложно объяснять гостям, почему ваш танж не крепкий Почему ваш танж так быстро потерял вкус И почему вы курите не танж, а какое-то дерьмо Собственно, поэтому этот выпуск у нас сейчас и будет А перед этим у меня есть два вкуса Это лимон бласом и статик старлайт Две, в принципе, на первый взгляд одинаковые пачки И тут-то вот здесь, в верхнем левом углу Сейчас выйдет маленький опрос Ну, либо в комментариях напишите Как вы считаете, какой из этих пачек поддельный танжирс? Так все же, где у нас подделка? Слева или справа? Также вот здесь можете найти опрос И, собственно, ответить Только честно, ребят Только честно Сможете ли вы определить, где подделка, а где оригинал Думаю, вам достаточно было времени это сделать Я потом ознакомлюсь со статистикой И, собственно, посмотрим А сейчас мы продолжаем все-таки разбираться Где же у нас фейк, а где же оригинальный танж А с виду, вроде бы, неприметные две пачки Абсолютно одинаковые внешне Но в них кроется большая часть различий И сейчас, собственно, я вам покажу Я уверен, что в ближайшие три месяца Никто их не будет переделывать А чтобы скрыть, посмотрев мое видео Как бы, это, с одной стороны, им и подсказка Но, как минимум, первые два-три месяца Вы сможете полноценно различать Где подделка, а где оригинал И ставьте лайки, погнали У нас есть два вкуса Лимон Бласом и Статик Старлайт Соответственно, если вы сказали, что подделка Это Лимон Бласом То вы ошиблись Подделка это Статик Старлайт А Лимон Бласом, соответственно, оригинал Так вот, начинаем различия Вся суть показать вам различия До того, как вы открыли пачку И сейчас, собственно, думаю Достаточно будет света, чтобы все это показать Так вот, самое первое, на что прошу обратить внимание Это на упаковку У оригинального Танжирса Пакет всегда максимально прозрачен То есть, он максимально прозрачный Если вот так вот смотреть, то он прозрачный А у подделки, соответственно, пакет наш советский Российский И он постоянно, собственно, царапается И не обладает такой стопроцентной прозрачностью Это первое, на что стоит обратить внимание Второе, это задняя часть Если мы их перевернем, то мы сможем понять Одну маленькую вещь У оригинальной пачки шрифт Он резкий, четкий Без мыла Именно в гранях, то есть в краях Он максимально четкий и резкий То у подделки же Он более плавающий Он не такой четкий, он не такой резкий Это далее Идем, наверное, на обратную сторону Здесь мы видим большое различие по цвету У оригинала Желтый цвет, либо другой зеленый, оранжевая, другая линейка Она более насыщена, нежели чем подделка Если так приложить, то мы видим, что Статик Старлайт куда более блеклый, нежели чем лимон бласом Это еще одно из отличий Поэтому нужно держать глаз всегда на остре, блядь Далее Это запечатка Если у подделки всегда остаются лишние, за которые Лишние сантиметры пакеты, за которые вы можете ухватиться И так же, если присмотреться, то здесь пайка, она обычная Такая супермаркетовская пайка Самая обычная То у оригинального танжирса она имеет вот такие вот кубики То есть, как вам показать, я не знаю Имеет такую вот текстуру То есть, это тоже как именно тот факт, как можно распознать оригинальный танж Ну и, собственно, теперь давайте пойдем вовнутрь пачки И там, собственно, все это разберем Ну и, конечно же, шрифт Шрифт всегда выдает Как бы они ни старались его подделать, написать более ручным То его все равно всегда видно А Статик Старлайт никогда вот таким вот не был Идем дальше Я их уже распечатал И когда вы уже распечатали И все-таки не раскрывая сам пакет, в котором лежит табах Хотите понять, оригинал у вас или нет То нужно обратить на качество бумаги А у поддельного танжа бумага российская Она более такая гладкая, как будто глянцевая У настоящего оригинального танжа бумага, соответственно, американская И она более шероховистая и куда приятнее на ощупь, нежели чем у подделки Идем уже смотреть на саму пачку танжа, в которой лежит табак Здесь очень много меток, которые нужно обращать внимание Даже те самые, типа, защита от подделки, которые придумал Эрик Хоффман Желтыми полосками, их, собственно, уже здесь подделывают Также стоит обратить внимание, что у оригинального танжа Вот здесь пайка, она ровная, одинарная То есть один шов пайки То у подделки, соответственно, тоже тот же самый супермаркетовский шов Шов двойной, тройной, пятерной может быть, зависит, какая у них запечатывающая машинка Также, если взять оригинальную пачку танжа и ее вот так вот сдавить То будет просвечиваться именно текстура самого табака И это прям будет видно У подделки же это сплошная, собственно, масса В которой вы никогда не прочувствуете никакой текстуры И тем более ее не увидите Я вам даже сейчас вот так сделаю, чтобы это было как-то более наглядно Вот подделка Вот, собственно, настоящий оригинальный танж Что касается голограммы Ее, в принципе, подделали хорошо Но не от моего чуткого глаза Я вам сейчас, собственно, это покажу Запоминайте На оригинале, когда мы открываем Отрываем нашу голограмму Мы видим, что на ней остаются Сука, блядь На ней остаются вот такие вот узоры Вы сейчас скажете Да, да, мы это все знаем Конечно же, хули ты, блядь Это не новинка для нас, да? Но На этом На этой голограмме В принципе, то же самое Да, она отрывается не совсем идеально И оставляет тоже голограмму Но если присмотреться То вы увидите, что На оригинале куда больше Этих самых Как сказать Ромбиков Нежели чем на подделке То есть, я думаю, это видно ненаглядно То есть, здесь контур более тонкий Здесь же именно такой залитый Это, собственно, вот так вот различать Подделку Думаю, я все подробненько рассказал Понятно, доступно, объективно В самых маленьких мелочах Как определить подделку Сентябрь 2017 На табак под названием Танжирс Ну и, конечно же То ли на правах рекламы То ли, конечно же, по дружбе А чтобы никогда не попадаться На поддельный танж Есть такой интересный сайт Называется он Tabakusa.ru Это русские ребята Которые с Америки гоняют танж Настоящий Соответственно, у них много Американской продукции То есть, американские табаки И все остальное И все по максимально доступным ценам И, соответственно, в кратчайший срок Потому что склад у них находится в России Можете у них заказывать И не бояться Ссылочка на них в описании Но если вы у них Закажете И придет вам поддельный танж Что пишите мне Мы им нормальную такую Сука-взбучку устроим Так что это Дава Дым Ставьте лайки Подписывайтесь И пишите комментарии Что вы думаете по данному видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok